Привет, друзья! Первый раз загораю в этом году на своём Анапском пляже. Доехали мы до ЖК Кавказ и вышли на берег моря, где-то напротив жилого комплекса Кавказ. Как видите, ещё очень немного народу, очень немного. Но люди в основном загорают, небо голубое, облачка есть небольшие и свежий ветерок дует с моря. Купающихся людей мало, температура, ну, может быть, градусов 17. Сегодня мы выехали вместе со своими друзьями, переехавшими из Кемерово. Я вам уже показывала Лену. Привет! Привет! Вот, мы с Леной загораем, и думаю, не расспросить ли ко мне её, пока у нас есть 5 минут свободного времени, как ей в Гастагаевской. Сколько прошло дней, Лен, как вы приехали? До полмесяца. Полмесяца, да? Две недели. Сколько раз за это время были на море? О-о-о! Ну, наверное, это четвёртые уже. Угу. Море радует? Да, радует. Что больше всего нравится? А, тут две людей. Угу. Порадуйся, это недолго будет. Дома вот купили вы дом, да? Полдома купили. Приехали, получается, уже люди всё садят. Вы, наверное, первым делом тоже принялись за посадку. Да, мы сейчас. Думаю, может быть, ещё как-то с Коской. Ну, почему бы нет? Что уже посадили? Как земля. Земля? Кузбасс... Ой, кузбасская. Кубанская, в отличие от кузбасской, кстати. Да нормальная отдыхала. Говорят, долго. Угу. Будет, надеюсь, урожай. Угу. Да что посадили? Зелень посадили. Помидорки посадили, как без них. Чего ещё? Кабачи, баклажаны. Угу. Разницу видишь в земле? Ну, пока не вижу. Я не особо-то и там. В Кузбассе занималась. А почему что? Ну, то, что... Что не ваткнёшь и растёт, да, это я убедилась. Твои черенки отрос без корней. Угу. Принялись. Вообще, что было, что принесли. Да, принялись. Вот для роз, для винограда и для фруктовых деревьев подходящая земля с грядками сложнее, с овощами. Вот овощи вырастут. Ну, это ты впоследствии поймёшь. Ну, будем надеяться, если проклятый суслик не сожрёт урожай, будем надеяться, что хватит нас всех. Да, ксуслик у вас или крот? Да, крот, конечно. Крот. В огороде крот. Вот у нас нету. А у них оказался крот в огороде. И роет, и роет. Ну, боритесь как-то с ним. Иначе без урожая останетесь. Как станица наша Гостогаевская? Да, нормально. А то бы ещё... Ну, только в таких центральных сентябрях. Мы знаем уже где-то строительные магазины, где на базаре покупать имена, например. Ксуслик у нас есть. Угу. Обязательная Наташа. Да, да. Блин, ты их постоянно очередь? Да. Там их две Наташи рядом. К одной всегда очередь. А к другой почему-то не всегда. Ну, вот. Лотки красота, конечно. Покупаем баклажаны, кабачки. Ну, они же дорогие ещё. Но всё равно нам же немного надо. Жарим на гриле. И всё. А класс. Скажи, выходишь из дома, вот у тебя стоит мангал. Да. Бросил, что захотел на него. Хоть мясо, рыбу, хоть и овощи. Да. И сидишь, ужинаешь или обедаешь у себя на террасе. Вот оно, счастье. Скажи. Ну, да, наверное. Какая-то счастье. Счастье. Составляющее. Вот так, друзья. Среди рабочей недели молодые пенсионерки могут загорать, отдыхать и радоваться жизни. Чего и вам желаем. Всем привет. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Задавайте вопросы переехавшим из Сибири в Анапу. Будем отвечать. Стараемся быть вам полезными. Всем удачи. Пока-пока. Вот, друзья, как у нас убирают пляжи. И только что я два дня назад снимала на пляже в Питере, как мне сказали, лучший пляж питерский, там полностью было засыпано камышами вся вот эта песочная часть и мусором всевозможным. И вообще не похоже, что там когда-либо убирали. А у нас вот трактор ездит, забирает мешки с мусором. А вот там техника всякая. Привезли. Вот эти уже будки спасательные установили. Видно вам? Вот она, сибирская женщина. Пошла в холодную воду купаться. Посмотрим, хватит ли у нее смелости. Ныряй, Лена. Ныряй, не бойся. Оп. Нырнула, молодец. Вот так мы открываем купальный сезон в Анапе. Привет. Привет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...